Друзья, всем привет! С вами Первый Видеоавторынок и сегодня в обзоре... Раз, раз, раз... Так, а! Всё привычно, не такой уж большой срок, как на немцах. Клавиша, клавиша... Чё тут? Можно ещё про него вякнуть. Но мы не будем это показать. С какой маркой автомобилей у наших соотечественников чаще всего ассоциируется слово «надёжность»? Конечно же, с Тойотой. И если за Уралом, ближе к западу, это может быть, скажем, Королла или Камри или Тойота Ланд Крузер, то сибиряки и дальневосточники наверняка вспомнят ещё и такой среднеразмерный седан от компании Тойота, как Тойота Премио для внутреннего японского рынка. Существует поверье, что эти автомобили предназначены только для того, чтобы их эксплуатировать с минимальным обслуживанием и практически никогда не ломаются. Если вы присматриваете для себя среднеразмерный седан на автоматической коробке передач, вас не пугает правый руль, а бюджет в диапазоне от 700 до 900 тысяч, наш сегодняшний обзор для вас. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, в какую сумму обошлось приведение этого конкретного экземпляра в порядок. Ну, а у нас на обзоре 2002 год. Это дори стайлинг, мотор 1.8, 132 лошадиные силы, передний привод, классический автомат и 310 тысяч родного пробега. Тойота Премиум, сменившая седан Тойота Корона Премиум на конвейере, появилась в 2001 году. Эта машина выпускалась 6 лет до 2007, не такой уж большой срок по нынешним меркам. В 2004 автомобиль провели через рестайлинг. На родном японском рынке, а именно для него предназначалась эта модель, машина предлагалась с тремя вариантами силовых агрегатов. Полуторалитровый базовый двигатель 1NZFE, как на Королле, выдавал 109 лошадиных сил. Такие автомобили были переднеприводными и автоматными. Средняя версия 1.8 могла иметь 132 в случае с передним или 125 в случае с полным приводом. И также агрегатировалась в четырехступенчатый АКПП. А вот максимальная двухлитровая версия на 152 лошадиные силы имела уже вариаторную трансмиссию и только передний привод. Этот автомобиль вполне подходит на роль единственного семейного. Габариты кузова. Длина седана 4 метра 60 сантиметров, ширина 1 метр 69, а высота 1 метр 47. При этом колесная база всего на 2 сантиметра меньше, чем у Toyota Mark II в сотом кузове 2,70. Радиус разворота стандартный 5,3 метра, а вот снаряженная масса небольшая 1170 килограмм. Максимально разрешенная полная масса в зависимости от модификации лежит в диапазоне от 1415 до 1550 килограмм. Толщина лакокрасочного покрытия, если говорить про заводской окрас, у этих автомобилей лежит в диапазоне от 90 до 125-130 микрон. Правда, обнаружить Toyota Premium в родном окрасе практически нереальная задача. Да и надо ли, все-таки с момента завершения выпуска прошло уже очень много времени. Что касается предрасположенности кузова коррозии, то если автомобиль не был ударен, все должно обстоять по этой части благополучно. Но как вы считаете, сколько на рынке вариантов, которые отвечают подобному условию? Поэтому помимо проверки задних арок и порогов, осмотр днища на подъемнике производить обязательно. Ну а теперь переходим ко внутреннему пространству. Начнем с багажника. Доступ сюда можно получить либо с кнопки на ключе, либо из салона с места водителя. На самой крышке никаких кнопок открывания нет. Ширина проема багажника здесь 102 сантиметра по его средней части. Высота от фальшпола 53 сантиметра. Максимальная ширина 1,50 метра. А длина багажника по полу 103. Если нужно увести длинный груз, вы можете здесь сложить спинки заднего сидения. Для этого, правда, придется предварительно вытащить из них подголовники. В таком случае максимальная длина груза, которую вы сможете перевести в этой машине, будет равняться 1 метру 82 сантиметрам. А если груз узкий и его можно протолкнуть между передних кресел, уперев переднюю панель, 2 метра 70. В плане удобства фишек в багажнике седана, как и следовало предполагать, все обстоит довольно скромно. Но можно отметить удобные лючки для доступа к задним фонарям для замены ламп. Под фальшполом, который, кстати, здесь представляет собой не общепринятую для тех лет картонку, а в нечто пластиковое располагается докатка, плюс штатный инструмент. А слева и справа в багажнике также присутствуют ниши, куда можно что-то спрятать, например, домкрат или канистру с маслом. Ну а теперь переходим к интерьеру Toyota Premium. Попадая сюда, понимая, что этому автомобилю уже достаточно лет. Не в плане состояния, а в плане дизайна. Здесь практически отсутствуют острые углы. Все очень плавно, а пластик передней панели вдобавок мягкий и податливый. Дверные карты уже будут пожестче. Однако те зоны на дверных картах, которые призваны контактировать с вами, обшиты тканью, причем крайне приятной на ощупь, напоминающей велюр. Профиль сидения здесь не ярко выраженный. Боковая поддержка присутствует номинально, а подушка практически плоская. Кресло мягкое и напоминает домашний диван. Регулировки сидения механические присутствуют. Еще и регулировка подушки по высоте, реализованная в виде крутилки. Что касается посадки за рулем, при росте 1,86 м я за рулем устроился, но я не могу сказать, что для меня эта посадка удобная. В моем случае очень неудачный угол наклона ступни на правой ноге, когда она стоит на педали тормоза. Хочется отодвинуться дальше, но тогда, увы, возникнет проблема с подстройкой руля, поскольку рулевая колонка в данном случае имеет регулировку только по наклону, а по вылету нет. Если же отодвинуть сидение максимально назад, то в целом запаса регулировки хватит, чтобы вытянуть левую ногу, выпрямив ее в колени. Но вот до рулевого колеса уже придется тянуться, а это неудобно. Приборная панель здесь классического толка, равноправный спидометр и тахометр, указатель уровня топлива и температуры двигателя, все приборы аналоговые, цифровой, здесь только одометр. Крупный шрифт, все читаемо. Темно-голубые кольца на спидометре и тахометре, бело-лунные шкалы, красные стрелки. В целом, несмотря на такое необычное сочетание, пользоваться этой приборкой в разы удобнее, чем на леворульной версии Toyota Avensis. Подрулевые переключатели на своих местах, они абсолютно стандартные для Toyota тех лет, и тянуться к ним не приходится. На дверной карте стандартный блок управления стеклоподъемниками, причем все четыре стекла в этом автомобиле с автоматическим режимом. Поднимаются и опускаются стекла в одно касание, как на немцах. Пульт регулировки боковых зеркал выведен справа от руля на переднюю панель. Клавиша аварийной сигнализации, наверху посредине справа зимний режим коробки, а внизу блок управления климатом. В данном случае он полностью автоматический, хотя и однозонный. Пользоваться удобно, так как клавиши, несмотря на то, что их здесь достаточно много, относительно крупные, плюс тактильно различимые. Селектор коробки передач привычной формы, здесь есть кнопка блокировки, есть выключатель овердрайва, то есть последней четвертой передачи, все привычно. Что касается бардачков, подстаканников и прочих мест, для хранения справа у водительского колена есть небольшой ящичек, куда можно бросить, например, скидочные карты с заправки или что-то подобное. В центральном боксе, внутри подлокотника, также отсек для хранения, пусть и не очень крупный. Плюс сама крышка бокса двухэтажная, какие-то пишущие принадлежности или, опять же, карточки и жвачку сюда можно легко поместить. Как таковых подстаканников здесь нет, но похожая на них по форме, вытянутая в длину емкость, располагается под декоративной крышкой за селектором коробки передач. Внизу пепельница плюс 12-ти вольтовая розетка, а чуть выше располагается довольно вместительная полка большой длины, практически длиной в кисть руки. Так что в этом автомобиле будет куда пристроить смартфон. Основной бардачок здесь не сказать, что большой по объему. Бумаги формата А4 войдут сюда только сложенные вдвое, зато он имеет отделку чем-то наподобие бархата внутри. Что касается карманов внизу дверных карт, здесь они очень-очень узенькие, и никаких дополнительных ниш под бутылочки здесь еще нет. Что касается обзорности, в целом вопросов тут минимум. Нормальная по высоте линия остекления, вытянутые в поперечном направлении боковые зеркала, пользоваться ими довольно-таки удобно, и невидимый капот. К передним габаритам этого автомобиля в любом случае придется привыкать. Ну а с обзорностью назад в данном случае помогает дополнительно установленная камера заднего вида, а если ее нет, ее установкой лучше озаботиться, или хотя бы разориться на парктронике. Но самая главная фишка Toyota Premium как модели, это ее задний диван. Даже в обычном стандартном положении здесь очень удобно. Сам диван мягкий, никакой он не профилированный, рассчитан на трех седоков. Места для ступней под передними сиденьями здесь практически нет, поэтому ехать придется вот в таком положении. Тем не менее, при росте метра восемьдесят шесть, сам за собой я сажусь, не трогая коленями спинку сиденья. Под правую руку здесь удобный подлокотник с ручкой, за которую можно держаться, а слева открывается очень мягкий центральный подлокотник. К услугам задних пассажиров также отдельная пепельница в центральном боксе и подстаканники, которые открываются из него же. По меркам 2001 года все здесь шикарно. Плюс, самая главная фишка, это возможность регулировать наклон спинки заднего сидения. От вот такого вертикального положения, когда запас над головой еще есть, и он достаточно большой, до вот такого практически лежачего положения. Так что, если вы отправляетесь в дальнюю дорогу на заднем сидении Toyota Premium, считайте, вам повезло. Доедете с комфортом. Что касается двигателей, под капотом этого автомобиля могло быть три варианта мотора, но самым оптимальным, так сказать, золотой серединой будет являться средний вариант, как в нашем случае. Оптимальным между базовым 109-сильным 1NZ FE и максимальным 2-литровым 152-сильным прямовпрысковым 1AZ FSE, хорошо знакомым по Toyota Avensis с европейской спецификацией. Маркировка двигателя объемом 1,8-1 ZZ FE. Этот мотор выдает 132 л.с. и 170 Нм. В версии для переднего привода на полноприводных мощность чуть меньше. По конструктиву это рядная четверка с алюминиевым блоком. Здесь два верхних распредвала, самый обычный распределенный впрыск топлива, стоит фазовращатель на впускном распредвалу и цепной привод ГРМ. Даже дроссельная заслонка здесь еще механическая. Мелких пакостей за этим мотором по большому счету не водится. Ни со стороны системы зажигания, ни со стороны системы топливной, ни со стороны оборудования навесного. Относительно небольшой ресурс задней опоры силового агрегата как-то тяжело записать в смертельные болячки. А вот то, про что стоит быть в курсе, так это про проблемы, связанные с расходом. Масло особенно характерное для ZZ, выпущенных до 2005 года, когда компания Toyota поставила туда модернизированную поршневую. Этот двигатель был одним из первых шажков в сторону максимально облегченных агрегатов. Соответственно, это облегченные Т-образные поршни с короткими юбками и тонкие кольца, залегание которых зачастую и является причиной открытия масляного аппетита. А вот хон на чугунных гильзах, напротив, держится очень и очень долго. Так что продлить жизнь этому мотору поможет мини-капиталка с заменой колец. Цепь ГРМ здесь также отнюдь не вечная и обычно требует замены на пробегах около двух сотен тысяч километров. Да и гидрокомпенсаторов зазоров клапанов производитель не предусмотрел. Регламент их регулировки, это 100 тысяч километров пробега, но на практике очень мало кто из владельцев таких автомобилей с этим сталкивался. Впрочем, вряд ли вы найдете на большом количестве подобных автомобилей родные моторы, с которыми те покидали конвейер. Ведь фактические пробеги таких авто уже давным-давно в среднем перевалили за отметку полмиллиона-тира шестьсот тысяч. Нет вопросов и к коробке передач, которая агрегатируется с этим двигателем только автомат, только четырехступенчатый, замена масла раз в 60 тысяч километров пробега и практически неограниченный ресурс. Ну а как же с дорожным просветом? Обычно по этому параметру старые автомобили дают форму многим современным. По каталогу клиренсу премиум 160 миллиметров вооружимся рулеткой, проверим на соответствие. Самая низкая точка в данном случае находится под защитой моторного отсека, причем металлической и нештатной. От асфальта до нее 15 сантиметров ровно. А вот заводской пластиковый брызговичок перед передним колесом находится на расстоянии 16 сантиметров от асфальта. До порога в передней части 19 сантиметров. В задней 20. А задний бампер находится от асфальта на расстоянии 27 сантиметров. Причем ничего ниже этой габаритной отметки не свисает. Так что парковаться задним ходом к высокому поребрику можно спокойно. Да и в целом, по части дорожного просвета, с учетом легковой специфики этой машины, с клиренсом у Toyota Premium все обстоит хорошо. Что касается подвески, то по этому параметру Toyota Premium весьма консервативная конструкция. Хотя подвеска здесь мягкая и комфортная. Передняя подвеска типа Макферсон, шаровые опоры к рычагам крепятся болтами. Так что при необходимости меняются отдельно даже в оригинале. Стабилизатор поперечной устойчивости закреплен сверху на подрамнике. Вроде бы в пределах видимости, но доступ к его креплениям очень плохой. Особенно это касается правой стороны. Так что для замены втулок подрамник придется все же демонтировать. Рулевая рейка у этой генерации Premium еще гидравлическая. Поэтому при осмотре обращайте внимание на то, чтобы она не бежала, а не только не издавала стучащих звуков при работе. Антикоррозийной обработки с завода этот автомобиль практически лишен. Кроме шовного герметика отметить здесь больше нечего. Но для автомобиля, которому на данный момент 22 года, выглядит он снизу вполне пристойно. Даже в тех местах, где на днище повреждено заводское лакокрасочное покрытие, причем явно вследствие контакта с грунтом или камнями или чем-то подобным, ржавчина особо не развивается. Исключение элементы выхлопной системы, но это вполне себе нормальное явление. Также в задней части автомобиля располагается топливный бак. Его объем 60 литров, сам бак здесь стальной, как, собственно, и его заливная горловина. Причем проходит она здесь очень низко к порогу и, соответственно, находится под воздействием все тех же реагентов, что и остальной автомобиль. Так что при осмотре поддержанного экземпляра на всякий пожарный убедитесь, что на заливной горловине нет следов коррозии. Впрочем, подобные проблемы встречаются и на Toyota Isis, и на Prius, и на Corolla в 120-м кузове. Задняя подвеска представляет собой простейшую схему. Это обычная балка, саленблоки, балки, втулки на амортизаторах. Сами амортизаторы и пружины здесь выполнены в виде стойки, так же, как спереди. Ну, а задние тормоза в данной версии барабанные. Если речь идет про более редкие полноприводные варианты, то у таких автомобилей задняя подвеска будет на двойных рычагах. В начале видео мы обещали вам показать, насколько дешево подобная машина в обслуживании и содержании. Надо сказать, что перед тем, как попасть к нам в компанию, этот автомобиль прошел через довольно серьезные процедуры по обслуживанию и ремонту, и теперь уже не требует абсолютно никаких вложений. Подобная длина чеков более привычна владельцам немецких автомобилей, нежели японцев. Тем не менее, здесь было обслужено и заменено практически все. Общая сумма вложений в техническую часть составила чуть более 70 тысяч рублей, включая, но не исчерпывая, с такими вещами, как замена топливного насоса и фильтра, обслуживание системы впрыска топлива, замена сальников прокладок, амортизаторов тормозных дисков и компонентов стабилизатора поперечной устойчивости, а также замена сальников рейки, обслуживание системы кондиционирования и замена абсолютно всех жидкостей. Двигатель, коробка передач, редуктор. На этом, пожалуй, все. Напоминаем, на обзоре была Toyota Premium 2002 года выпуска пробег 310 тысяч километров, 1.8, 132 лошади, автоматическая КПП. Если заинтересовала эта машина, телефон для связи указан в описании под видеороликом. Была подобная? Есть чем поделиться, в чем поправить? Прописывайте все это в комментариях. Ну, а если обзор вам понравился и оказался полезен, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. На этом я прощаюсь с вами. Спасибо, что посмотрели. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok